Так, ну что, давайте будем потихоньку начинать. На связи Константин Никулин. И у нас сегодня эфир будет посвящен теме, о которой я неделю назад говорил. Это тема тревоги, неврозов и всего того, что связано как-то с этой темой. Поэтому все тревожащие мысли, все тревожащие идеи мы сегодня постараемся разобрать. Вы можете их проговаривать, вы можете делиться тем, что внутри вас в плане тревоги. Так что касаемо тревоги неврозов, мы сегодня будем говорить достаточно плотно. В большей степени я буду отвечать на те вопросы, которые вы прислали заранее. Но если по ходу будет возможность, пишите. И у меня будет возможность заглянуть, отвлечься на ваши вопросы. Я, конечно же, тоже отвечу. Мы с вами сегодня примерно час, поэтому настраивайтесь. И я всегда рекомендую взять себе чашку чая или кофе, заварить что-то. Можно укутываться в теплый плед вечерком, у кого-то, может быть, не вечер. Для того, чтобы те темы, которые мы будем затрагивать, иногда они бывают многоболезненные. И когда ты даешь себе поддержку, даешь себе тепло, то эти темы, как правило, более комфортно проживают. Хорошо, давайте поговорим, мы будем параллельно сегодня говорить и о тревогах, и о неврозах. Потому что невротики, они практически всегда тревожные люди. Тревога это более широкое такое понятие, но у невротиков она практически всегда есть как симптом. Но мы сейчас поговорим более детально, кто такие невротики, какие они бывают, да, как это проявляется в нашей жизни и что с этим делать. Но я бы вначале хотел сказать пару слов про тревогу. Очень часто тревога сама по себе демонизируется людьми. И есть такая идея о том, что как будто бы нужно быть таким хладнокровным и никогда не тревожиться. Нередко в этом нас подогревают различные киноиндустрии. О том, что вот некий такой крепкий орешек, некий такой внутренний, холодный, расчетливый человек, это супергерой. Ну на самом деле, да, такое бывает. Это люди известные науки, это психопаты. Это те люди, у которых по последним исследованиям на уровне мозга, в височных долях коры головного мозга, не так сильно развиты те центры, которые отвечают за эмпатию и за переживание. Поэтому те, кто входит в примерный процент, 3-4% психопатов, тем, конечно, проще быть стабильным, быть нетревожным человеком в любой непонятной обстановке. Поэтому нужно сразу понимать, что все мы родились, все мы пришли в этот мир уже разные. Кто-то изначально с более подвижной нервной системой, кто-то очень сильно эмпатичный. И у меня есть несколько клеток, которые безумно чувствительны к любому взгляду, к любой стрессовой ситуации с самого детского возраста так у них было. И важно понимать, что вот эта вот нормальность, то есть когда мы оцениваем себя с теми людьми, которые холоднокровно могут зашивать сами себе рану, поранившись обо что-то, это один тип людей и это одна, скажем так, одна полярность. Ну, а другая полярность это те люди, которые более чувствительны, более эмоциональны, причем как мужчины, так и женщины. И нужно правильно себя оценивать. И то, и то как бы укладывается в рамках нормы. Это не какая-то патология. Но если мы не говорим о генерализованном тревожном расстройстве, на одном как бы конце и на другом конце это уже антисоциальное расстройство личности. Но вот будем говорить более-менее о середине, о нас с вами всех, о тех людях, которые тревожатся, о тех людях, которые переживают по разным ситуациям. Так вот, тревожиться это нормально. Поймите, что эволюционно наши предки передали нам ген тревоги, если можно так сказать, потому что выживали только те, кто тревожился. Я всегда привожу этот пример, что те, кто не тревожились, они попробовали ягоду какую-то, которую первый раз увидели, зашли в пещеру там, где были тигры или еще какие-то животные, и они не смогли передать свои гены. То есть мы с вами потомки, по сути, самых тревожных людей. И тревога генетически заложена у нас внутри. Вот это нужно понимать, что тревога нашим предкам помогала выживать. Но за последние, ну, наверное, 100-200 лет мир так сильно эволюционировал, но если посмотреть вокруг, то большинство из нас с вами, ну, уж те, кто смотрят этот эфир, тем более, не живут в пещерах, не живут в тестом контакте с дикой природой, и не борются каждый день на уровне выживания, да, за свою жизнь. Но наш мозг, наша нервная система, она не успела за эти 100 лет так перестроиться. И для нее то, что, например, кто-то может о вас плохо подумать во время публичного выступления, или вдруг, не дай бог, ребенок принесет двойку со школы, для нашего мозга это равносильно, для некоторых из нас, равносильно, ну, смерть равносильно тому, что на человека нападает какой-то зверь. И гормоны выбрасываются в кровь ровно те же и практически в том же объеме, как и в моменты тревоги или страха, возникающие в момент угрозы жизни. И это не может не сказываться на всех сферах нашей жизни. Нужно понимать, что тревожные люди, они как будто бы сливают всю свою энергию, весь свой бензин зазря. То есть они тревожатся, толком ничего не делают в этот момент, а энергия тратится. Это все равно, что нажимать одновременно на газ и тормоз, да, и тратить свою энергию попусту с утра. Обычно такие люди утром просыпаются и уже начинают тревожиться. И до самого вечера. У них нарушается сон, у них возникают психосоматические заболевания, у них, как правило, не ладятся отношения с близкими, на работе тоже все плохо. И это может довести до прям депрессии, да, до астении такой. То есть состояние жуткой подавленности, отсутствия энергии и, ну, такое вот, когда тебе ничего не хочется, да, вплоть до депрессии. И все потому, что просто излишне много сливалось энергии на тревогу. То есть я хочу, с одной стороны, сказать, что тревога – это нормальные чувства, но, с другой стороны, когда мы много тревожимся по пустякам, хотя для нас лично они, скорее всего, кажутся не пустяки, это может быть вообще небезобидной вещью. И это может привести к тому, что в итоге может закончиться все очень плачевно. Поэтому не демонизируем тревогу, но относимся к ней таким, с почтением, вниманием и с настороженностью. Не хочется говорить с настороженностью тем людям, которые тревожатся. Они и так тревожатся, а тут еще про тревогу нужно тревожиться, да, давайте я буду упрощать. Вот, важно отличать, что такое тревога и что такое страх. Страх – это чувство, которое возникает сейчас в моменте. Ну, например, я услышал громкий звук какой-то в квартире или за окном. Или я иду, и в моменте выбегает собака, большая, огромная, которая начинает на меня лаять. В этот момент я испытываю страх. Тревога – это всегда про будущее. То есть это то, когда я визуализирую, то есть моя фантазия представляет о том, что я могу столкнуться с чем-то для себя непереносимым, либо очень страшным, жутким. И я начинаю заранее себя как бы подготавливать к этому. То есть тревога, она ведь имеет очень позитивный посыл. Я предупреждаю тебя, что там может быть опасно. Подготовься. Вот какой посыл тревоги. И я предупреждаю тебя о том, что там может быть опасно. Другое дело, что у тревожных людей это гипертрофировано. И мы начинаем бояться и переживать там, где, по сути, ничего угрожающего нашей жизни и нашей стабильности нет. Вот в чем проблема. А что касается паники, панической атаки. Паническая атака в чистом виде это острое проявление вегетативной такой симптоматики, таких как быстрое сердцебиение, приливы крови, чувство жара, чувство, что не хватает воздуха, учащенное дыхание. В моменте сопровождающиеся, как правило, острым таким тревожным приступом и по поводу того, что может произойти что-то страшное. Для каждого это свое. Кто-то боится в моменте смерти, что он, например, умрет. А кто-то боится того, что я сейчас упойду в обморок и все это увидят. То есть вот это может создавать излишнюю нагрузку. Не всегда то, что люди говорят, что у меня паническая атака, не всегда это является таковой. Ну вот строго говоря, из-за того, что просто возник острый такой тревожный симптом. Паническая атака, она короткая, краткая. То есть это обычно 5, максимум 7-8 минут длится сама паническая атака. Но бывает, ее путают с острой такой тревогой, которая может длиться и час, и два, и три. Но это не паническая атака. Потому что во время панической атаки очень сужается мышление, фокус внимания. И, кстати, что касается терапии панической атаки, одно из составляющих терапии заключается в том, что нужно фокус изнутри наружу переводить. Со своих симптомов, которые, как правило, тревожные люди очень сильно отслеживают. А что со мной происходит? Что с дыханием? Ага, вот я чувствую, как-то мне тяжело дышится. Наверное, сейчас точно будет паническая атака. Эта мысль возникает, эта мысль автоматически тревожит. И за счет этого просто физиологически у любого человека выбрасывается гормон, адреналин, нородиналин, кортизол. И учащается сердцебиение, дыхание. Ага, я точно начинаю еще быстрее дышать и биться сердце. Все точно, и здравствуйте, паническая атака. Поэтому здесь, как правило, получается такой замкнутый круг. Когда человек боится ее, от того, что он боится, начинает телесные симптомы, он видит эти симптомы, понимает, что вот она приходит, и она приходит. Хорошо, разобрались, да? Страх, тревога, панический атака. Беспокойство. Есть еще такое слово беспокойство. Что это такое? Ну, я больше сейчас говорю про терминологию, например, когнитивно-поеденческой терапии, в которой я достаточно часто практикую. И там беспокойство является непосредственно мысль, то есть наши когнитивные составляющие, мыслительный процесс по поводу того, а что же будет, а вдруг вот это произойдет, а что если. То есть это больше не эмоциональная составляющая тревоги, а когнитивная, мыслительная составляющая того, что может произойти. Хорошо, давайте я еще пару слов скажу про неврозы и невротиков. Неврозы, что это такое? Если очень просто, невроз это детское поведение взрослого человека. Я очень люблю такую фразу, что нам всем нужно повзрослеть. Мне в том числе, всем нам. Мы каждый день, каждый месяц нашей жизни созреваем, взрослеем. И это никак не связано с паспортным возрастом. Я знаю людей, которые в 20 лет были очень осознанные, зрелые, ответственные и психологически устойчивые люди. И знаю в 50 лет люди, которые были очень нестабильны и в стрессовых ситуациях, они, их психика точнее, регрессируют в детский возраст. Такое часто происходит. У невротиков же это вообще как стиль жизни. То есть это такой характер, это такие паттерны существования в жизни, паттерны мышления, эмоциональных реакций и так далее, которые приводят к таким проявлениям, которые в итоге вызывают тревогу, беспокойство, переживания и так далее. Можно выделить условно четыре типа невроза, основных таких. Это ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство. Наверняка кто-то из вас слышал, может быть, кто-то даже с этим сталкивался. И ОКР это то, когда мы страдаем в той или иной степени определенным количеством обсессий. Обсессии это навязчивые мысли. Ну, например, а что если я вот ушел из дома и не закрыл дверь? Или я потрогал что-то грязное, мне нужно помыть, и вдруг я заражусь. Да, это мысли. А компульсии это такие действия спонтанные, навязчивые, которые призваны снизить вот эту тревогу по поводу обсессии. То есть это то, когда я, например, часто очень мою руки, или по 20 раз подхожу и перепроверяю, закрыл я дверь. Или тот же пресловутый чайник, утюг и так далее. Вы будете удивлены, но люди, которые сильно страдают ОКР, и это, кстати, больше не психиатрический диагноз, это больше психологический диагноз, то есть это вариант нормы. Но доходя до того, что люди даже сами себе не верят, и они звонят кому-то из знакомых и говорят, смотри, я тебе говорю, что я выключил плиту, у меня нет включенных приборов в сеть, я тебе говорю, что закрываю дверь, подтверди, пожалуйста, что я сделал. Например, жена звонит мужу, каждый раз так проговаривает, потому что у нее уже нет доверия самой себе. Представляете, насколько невыносима жизнь этих людей. Их не так мало, как кажется. На самом деле статистика достаточно плачевная, все больше и больше, особенно в городах, люди страдают ОКР в той или иной степени. Вопрос ведь от того, насколько вам с этим комфортно, если вдруг у вас это есть, потому что нет ничего плохого в том, чтобы раз-два перепроверить, выключили ли вы утюг. Но если это становится навязчивой идеей, если сложно уже преодолевать этот импульс, пойти перепроверить, то это уже становится само по себе проблемой. Я знаю людей, которые возвращаются с остановки обратно домой, чтобы убедиться в том, что они, например, закрыли дверь. И если копать глубже, то есть если посмотреть и попробовать, увидите в этом, знаете, как бы психоаналитический диагноз, психоаналитический подоплеку, то очень часто ОКР-шики это те люди, которые в очень таких рамках находятся. Это те люди, которые запрещают себе проявиться такими, какие они есть. Это обычно даже своим каким-то вот таким потаённым импульсом. Ну, то, что называл Фрейд, да, что лежит в нашем бессознании, очень часто импульсы связаны с агрессией. Например, злость там, на свекровь, ну вот бесит она вас, да. Но напрямую сказать вы не можете, потому что это мало мужа. И возникает ОКР как способ вот эту свою агрессию и вообще способ переключиться на что-то другое, а не на то, как я ненавижу свою свекровь. Вот это часто бывает такая подмена. То есть ещё раз, ОКР-шик, он часто бывает, запрещает себе проявлять в жизни каким-то способом то, что он хочет на самом деле внутри. Он часто даже сам себе боится в этом признаться. Это могут быть и какие-то сексуальные табу. Кстати, один из видов ОКР это то, когда, например, глубоко религиозный человек, вот нерелигиозный, этим не страдает. Но глубоко религиозный человек приходит на консультацию и говорит, что я не могу ходить, например, в церковь, в мечеть или куда-то в храм, потому что я боюсь, что я могу выкрикнуть какие-то ругательства. И все это увидят, все это услышат. То есть представляете, насколько недоверие самому себе и вот это внутреннее состояние о том, что во мне какая-то сила. То есть ОКР это часто про подавление себя, своей настоящести, соединение с чем-то. И здесь уже это таким даже образом может вытекать. Очень много разновидностей ОКР, очень разных пресловутых, перешагивания, постукивания, что нужно сделать перед чем-то. Это все для того, чтобы понизить свой уровень беспокойства. Но здесь даже беспокойство, это часто вторичная, вот эта тревога, это часто вторичная эмоция, а первичная это все-таки какая-то подавленная, возможно, даже злость или агрессия. Следующее бывает неврастеники. Следующий вид невротиков это неврастеники. Неврастеники это те люди, вот, наверное, из этих четырех, они все, в принципе, объединены той идеей, которую я сейчас скажу. Но у неврастеников это больше всего. Это те люди, которые чаще всего в детстве не получили безусловной любви. И они усвоили идею, чтобы быть хорошим, чтобы быть ОК, тебе нужно прыгать выше головы. Тебе нужно быть кем-то просто мега выдающимся для того, чтобы заслужить любовь. И, возможно, во взрослой жизни уже нет тех людей, от которых они бы хотели получить любовь. Да, я имею в виду мамы и папы, например. Но внутри есть этот самый строгий внутренний цензор, который будет постоянно говорить. Ну, слабовато, ну, что-то ты не очень. Давай-ка хорошенько подготовься, да. А что, если будет вот это? Давай старайся. Это те люди, которые чаще всего трудоголики. Они не дают себе возможности отдохнуть. Они отдыхают только когда болеют. То есть, образно, мозг их собирает ночью во время сна, собирает там свои органы, да, вместе и говорит, так, ребят, надо что-то делать. Потому что этот мой хозяин, он ненормальный. Да, и он ведь не будет отдыхать. А я понимаю, что он свое тело губит. И нам с вами нужно что-то придумать, что мы будем делать. Да, и сердце такое говорит, ой, я могу там тахикардию ему дать. Да, а желудок говорит, ой, я могу ему какие-то колики дать. Ну, еще что-то. И в итоге такой человек, он даже, может быть, придет не с тревогой, а с психосоматикой. Но основа которой будет заложена в том, что я не позволяю себе быть слабым. Ну, слабым в хорошем смысле этого слова. Я не позволяю себе расслабиться. Я настолько держу себя. У него все мышцы, как правило, напряжены. Очень напряжена плечи, шея, спина. То есть, прям та ответственность, которую он тащит за всех, как правило. Это человек, который не умеет принимать любовь, он только отдает. И вот таким образом он пытается заслужить внутри себя уже, да, ощущение, что я хороший. Вот. Это неврастынение, да. Часто такие люди, к сожалению, в какой-то момент ломаются. Я всегда говорю, что наш внутренний ребенок, он рано или поздно, тот, кто живет внутри, он просто возьмет свое. Вопрос как? Либо вы сами начнете на него обращать внимание, дарить ему любовь, принятие, заботу. Либо он возьмет рубильник, дотянется до рубильника и такой, выключаем свет нашей любимой Галине, например. И Галина такая в какой-то момент хоп, и потухает. Что случилось? Константин, все было нормально. Я не понимаю, что со мной происходит. Все же хорошо. У меня вот, я буквально вчера сдала там отчет. А, да, обычно еще бывает, это когда какой-то этап такой сверхнагруженный заканчивается. И все просто потухает глазки, и все вместе с ними. Ипохондрия. Третий вид невротиков, ипохондрики, те люди, которые очень часто смотрят за любыми симптомами своего тела. Где-то что-то кольнуло, где-то что-то болит, где-то не так они себя почувствовали. Я даже знаком, ну вот у меня были случаи, когда люди не могут, например, даже давление себе спокойно померить. Потому что в этот момент у них возникает тревога, возникает ощущение паники, что Айдс автоматически увеличивает давление. И в итоге там чуть ли не до криза может дойти дело. То есть очень часто вот эти мысли пугающие создают такое состояние телесное. А вот эти все люди, невротики, да, они очень, кроме неврастеника, они очень прислушиваются к своим телесным импульсам. А наше тело, оно такое, оно в каждый момент может где-то что-то щелкнуть, где-то что-то откликнуться, да. И если мы за всем будем следить, то можно реально с ума сойти. Ипохондрики, они жить не могут без того, чтобы начать себя исследовать. И, кстати, было замечено, что если, например, мы берем какую-то местность, где нет врачей, где нет возможности легко ходить и обследоваться по разным врачам, то в этой местности наблюдается намного меньше людей, которые страдают ипохондрией. Да, но там, где медицина развита, там, где можно как хобби ходить по врачам по разным, да, то там всплеск ипохондрии. То есть это взаимно такой зависимый процесс. Но ипохондрия, если говорить психоаналитически, это тоже очень часто такая перенос, проекция с тем, что, например, у меня есть проблемы с мужем, но решать я их не хочу, потому что я финансово от него завишу, или потому что придется признавать и свои тоже какие-то нюансы, да, или с женой. И тогда я укажу в то, что вот эту свою, свои подавленные эмоции я начинаю выражать через переживание тревогу за счет своего здоровья. Вот такая вот интересная, хитрая бывает, хитросплетение. И ипохондрия чаще всего связана со страхом смерти. То есть ипохондрик в абсолюте, он в итоге боится смерти. И на своем курсе «Прочь тревога и неврозы», да, мы будем разбирать практически все страхи и все тревоги за две недели с моей поддержкой. И страх смерти один из основных, который мы тоже будем разбирать. Потому что если вот я вам начну задавать вопрос, ну а что для вас самого страшного может случиться вот в этой ситуации? Человек говорит, ну не знаю, от меня все отвернутся, например, да. Хорошо, давай представим, что от тебя все отвернулись. Что для тебя самого страшного в этом? Ну тогда я останусь один. Хорошо, представь, что ты остался тотально один. Что самое страшное? Ну я умру. И да и вот мы приходим к страху смерти. И чаще всего, проработав страх смерти, мы автоматом убираем очень многие страхи. Поэтому тем из вас, кому особо хочется избавиться от тревоги, от переживаний, от вот этих неврозов, напишите мне в директ слово «тревога» или будет ссылка под этим видео для того, чтобы зарегистрироваться на онлайн-курс, который стартует уже 5 июня. Поэтому времени осталось совсем мало, можете присоединиться еще. И истерия и нарциссизм, четвертый такой тип невротиков, это те люди, у которых брешь в самооценке. Причем нарциссы, они ведь не только, ну вот такие истерики, люди, которые эпатажно себя ведут на показ, они могут быть воспитаны не только тем людьми, которые постоянно их критиковали, обесценивали. Нет, это бывает как раз-то наоборот. Когда ребенка очень сильно хвалили, сравнивали в лучшую сторону, говорили «ты мой уникальный, самый лучший и неповторимый», и это тоже плохо. Это тоже не дает возможности ребенку прожить вот этот нарциссический период, когда ребенок же изначально нарцисс, он считает себя центром вселенной. Ну, маленький, новорожденный. Но постепенно взрослея, созревая, он разочаровывается, он понимает, что не он центр вселенной. Да, что у мамы есть папа, ну или там, что у мамы есть еще ребенок. Или хотя бы то, что в школе у нас таких много центров вселенных. И это нормально, когда он разочаровывается и понимает, что не весь мир вращается вокруг него. Но ребенок с нарциссической травмой, еще раз повторяю, это может быть как когда ребенка очень сильно унижали и гнобили, так и наоборот, когда его очень сильно превозносили и говорили «ты мой гений, ты мой царь, бог» и так далее. Это тоже нарциссическая травма. И у него становится как бы неадекватная самооценка. То есть он реально чувствует, что даже вот когда его превозносят, внутри глубоко он ведь понимает, что он не самый лучший. Но включаются определенные защиты, и он не может с этим столкнуться напрямую и сказать, что да, я в чем-то силен, в чем-то не очень, в чем-то среднячок. Это нормально, да, как здоровый человек, такой зрелый. А вот истерика, нарцисс, он уходит в эпатаж, как в защиту. Он уходит вот в такое поведение очень нарочитое, очень показательное, обесценивающее других, ну если мы говорим таких токсичных нарциссов. Для чего? Для того, чтобы почувствовать на секунды хотя бы себя «я окей», что со мной все в порядке, да, что я такой, какой я есть, я окей». И часто это люди, которые вот на таких качелях находятся, сегодня царь-бог, завтра я полное ничтожество. Да, и это люди с очень такой нестабильной самооценкой. Конечно, у них тоже возникает тревога, особенно если им предстоит какое-то мероприятие, где может пошатнуться их самооценка, где они могут столкнуться с чем-то таким критическим, да, и кто-то может негативно оценить. Нам всем, конечно, неприятно, и это нормально, когда нас негативно оценивают, но для истериков и нарциссов это прям невыносимо, да, потому что это бьет в самое сердце, в самую боль. И здесь бы я хотел сказать о том, что тревога очень часто, да, давайте немножко подытожим то, что я говорил уже, тревога очень часто это вторичная эмоция, за ней что-то стоит. То есть мы же не боимся сейчас, не говорим о том, что мы боимся смерти, да, или мы боимся, что мы пойдем по улице и нам кирпич на голову попадет. Вот я не беру какие-то ужасные, да, ситуации, обстоятельства, которые сейчас происходят в мире, но я больше про тревогу такую невротическую, да, когда мы боимся за ребенка, не можем его отпустить ни на шаг, боимся за мужа, что он не позвонил больше, чем полагается, боимся за то, что я не смогу устроиться в этом мире, боимся публично выступать. Ну вот за такие все страхи, да. Очень часто там есть нестабильная самооценка. Наша самооценка это как иммунитет. Вот иммунитет у каждого из нас разный. У кого-то посильнее, у кого-то послабше. И иммунитет позволяет нам справляться со стрессом, да, где микробы, вирусы. Это как стрессовый фактор. И у кого... Да, Татьяна, да, я вижу ваш вопрос. Друзья, я пока не отвлекаюсь на вопросы, чтобы не сбиться. А вот сейчас чуть-чуть я оставлю блок ответов на вопросы и постараюсь вам на них ответить. Так вот, иммунитет позволяет справиться со стрессом. Наша самооценка, она тоже позволяет нам справиться со стрессом. Потому что жизнь ведь не сахар сплошной. Мы все бываем в той или иной степени в каких-то обстоятельствах. Где-то очень непростых, где-то очень сложных. И если у нас самооценка более-менее стабильная, то и тревоги меньше, то и переживаний меньше, то и меньше мы боимся, что если мы с чем-то столкнемся. Поэтому так или иначе, работа с тревогой, она также связана с тем, чтобы работать со своей самооценкой. И на курсе, которые стартуют 5 июня, мы тоже об этом будем говорить. О стабильной внутренней самооценке. О том, что я могу быть и чувствовать себя окей, безусловно принимать, даже если я что-то ошибся, даже если у меня лишний вес, даже если я что-то делаю неправильно. Ну то есть все вот эти мысли, которые чаще всего изникают. Ну и конечно же, тревога нередко бывает вторичной эмоцией, потому что первичной эмоцией может быть злость, подавленная, может быть агрессия, которая в моменте должна была проявиться на кого-то, но проявляется тревога и переживание. Это тоже важно отслеживать и изучать внутри себя. Так, давайте я вначале поотвечаю на вопросы, которые мне прислали заранее до эфира, и потом пройдемся по тому, что вы пишете. Тревожно, когда оставляют мои сообщения без ответа, читаю и не отвечают. Как вы понимаете, я не мог оставить такое сообщение без ответа, чтобы не повысить уровень тревоги. Ну шучу, конечно. В принципе и мог. Я бы всегда здесь шел в то, во-первых, любые сообщения или сообщения именно близкому человеку. Я бы прям начал спрашивать себя. Это очень важный вопрос, и я рекомендую всем, кто тревожится, задавать его самому себе. А что для тебя значит, если твое сообщение оставили без ответа? Что для тебя это значит? И вот здесь мы столкнемся с какой-то внутренней человеческой интерпретацией. Например, что я чувствую себя одиноко. Я чувствую себя покинутой. Я чувствую себя брошенной. Я чувствую себя без опоры. И вот здесь как раз-то лечение, скажем так, терапия лежит в том, чтобы... Ну вы чувствуете, вот сейчас я накидал варианты, они детские. То есть кто чувствует себя одиноко? Ребенок. Кто чувствует себя покинутым? Взрослый, зрелый, он не будет чувствовать себя покинутым. Он может чувствовать одиночество, но не страдать в этот момент от этого. Страдает наш внутренний ребенок. И здесь, скорее всего, какая-то детская история триггерит в этот момент, что, например, когда ребенок хотел обратиться к родителю, родитель игнорировал его сообщение. Мог игнорировать, кстати, наказывать через холодность отвержения, как я недавно в видео записывал, помните, может быть, да? Вот, поэтому я бы смотрел, да, я бы смотрел туда, что для вас это значит, ну и дальше уже либо самостоятельно, либо в терапии с кем-то из специалистов прорабатывал этот момент. Доказываю правоту, потому что хочу справедливости, но возможно ли и как она... и как быть? Да, вот это часто причина еще и гнева, агрессии, желания доказать справедливость. И идея о справедливом мире, ну не в целом мире, а о том, что справедливость, она должна быть, она часто приводит к неврозу. Да я бы даже сказал, к клинике неврозов. Ни один десяток человек очутились в клинике неврозов из-за идеи, что они должны доказать во что бы то ни стало вот эту справедливость. Поэтому сама по себе идея справедливости мне очень нравится. Но я понимаю, что вот нужно просто здесь понять, что в каких-то моментах лучше оставить эту идею. Как вот та молитва, да, Господи, помоги мне принять то, что я не могу изменить, изменить то, что я могу изменить, да, и отличить первое от второго. Вот в каких-то ситуациях битва за справедливость уместно, нужна и оправдана. Но невротик, он ведь будет доказывать справедливость везде, всегда и всем. Упахается от этого, укокошит сам себя, но будет это делать. И вот здесь задача развить внутреннюю гибкость к тому, что не я создал этот мир. И да, в мире есть несправедливость. Это факт. В мире есть. И прямо сейчас, пока мы с вами общаемся, в мире происходит несправедливость. В любых странах, в любых городах, в любых семьях происходит несправедливость. Вопрос лишь в том, насколько вам важно, чтобы был... Какой круг справедливости вы хотите очертить? Вот насколько это подъемная для вас ноша? И я бы тоже тут, конечно, еще шел в то, что для вас значит справедливость, тотальная справедливость. Почему для вас это так важно и ценно? Не могу принять то, что я могу не нравиться. Сразу падаю в своих глазах. Да, здесь тоже частая достаточно история о том, что я чувствую себя хорошо, окей, только тогда, когда я нравлюсь кому-то, да, только тогда, когда мне выражают одобрение. Если же я чувствую неодобрение, что нормально, согласны? Ведь это абсолютно адекватно, что мы можем кому-то не нравиться. Это нормальная история. Но вот человек в данном сообщении, в данном вопросе, он с чем-то сталкивается внутри себя непереносимым. Есть диапазон. Просто неприятно – это одно дело. И непереносимо – это совсем другое дело. Человек сталкивается, скорее всего, с чем-то очень непереносимым. И здесь работа, опять же, идет с тем, что и кто внутри тебя в этот момент испытывает. Сколько тебе лет, когда ты чувствуешь, что ты падаешь в своих глазах, если кто-то выразил тебе свое фи. Что с тобой происходит? Сколько тебе лет в этот момент? На какой возраст ты себя ощущаешь? Иногда этот вопрос очень хорошо помогает отрезвить человеку самого себя и привести в чувство, что «а что это я регрессирую-то?», «а что это я падаю совсем в сильное детство?». Ну и, конечно, здесь работа с самооценкой, с принятием себя вне зависимости от внешних факторов. Я тоже люблю так говорить, что внутри нас одновременно существует и мать Тереза, и Адольф Гитлер. Вопрос лишь проявленности. Вопрос лишь тех обстоятельств, в которых мы будем проявлять ту или иную какую-то нашу часть. И вот это принятие внутри себя и теневой своей стороны, и персоны, которые мы хотим показывать другим людям – это путь к нашей целостности. А у целостной личности нет неврозов. Целостная личность знает, что он и мудак, извините, и знает, что он может совершить самое большое благо на земле. И он принимает. Он не считает себя ни хорошим, ни плохим. И он принимает как негатив в свою сторону, ну, в смысле, не спорит с ним, не борется, если это не оправдано чем-то. И принимает похвалу. Так же нормально. Потому что, знаете, у невротиков есть еще такая есть проблема, когда комплимента ему или ей говорят – ой-ой-ой, нет-нет-нет, это не про меня. Да что вы, что вы, ой, да не надо мне. Хотя очень хочется похвалы, но принимать ее не могут. Вот два парадокса. Невротики, они сами себя очень сильно критикуют в голове, но не переносят критику в их адрес. А очень хотят похвалы, но не присваивают ее и не принимают. Вот такой вот парадокс возникает у невротиков. Конечно, здесь очень сильно связано с детством, да, но это можно трансформировать, можно менять самостоятельно, через книги, через работу с психологом, или вот на моем марафоне «Прочи тревоги и неврозы», которые уже скоро стартуют. Да, пишите в директ, если вам тоже хочется проработать себя. Когда на дороге пробка, а я в транспорте, бывает приступ паники. Почему? Ну вот я бы здесь, конечно, прояснялся, это приступ просто тревоги или это действительно паническая атака. Почему? Здесь складывается, скорее всего, один раз что-то произошло, обычно пробка, стоим, может быть жарко, душно, нечем дышать, плюс еще накопленная, возможно, какая-то агрессия часто, и случилась паническая атака. Да, такое бывает. И дальше, вот поймите, когда у нас идет сильная эмоция, такая как страх или паническая атака, например, случается, наш мозг, он фиксирует все, что происходит вокруг и запоминает. Так, здесь нам было как-то очень опасно, значит, надо не попадать больше в такие ситуации. Вот, и каждый раз, когда возникает опять пробка на дороге, да, мозг сверяет постоянно, сверяет с этими фотокарточками, смотрит, ага, пробка, на дороге стоим, помню, нас чуть не накрыло. Включаем режим паники, чтобы этот человек начал что-то делать, думает мозг. Человек чувствует прилив гормонов, прилив энергии, а сделать-то ничего не может, да, и возникает приступ паники. С этим можно работать по-разному. Есть техники десенсибилизации, да, когда, как бы, ты научаешь свои рецепторы быть нечувствительным к этим импульсам, да, мы тоже на курсе это прорабатываем. Здесь можно работать через и такую иммагинативную экспозицию, правильно называется, когда ты в своей голове представляешь сначала потихоньку такие ситуации, потом сам себя помещаешь в них, и таким образом ты сталкиваешься специально вот с такими ситуациями, и даже проживаешь этот приступ паники, потому что при панической атаке риска умереть, ну, вот, просто нет, да, это нормально, это такая же реакция организма, как будто вы, ну, не знаю, на 10-й, на 15-й этаж забежали быстренько. Ну, вот, если бы ваши мышцы могли бы вам позволить это сделать, вот вы забежали на 15-й этаж. Примерно, ну, такая нагрузка. Она не смертельная, она не какая-то ужасная. Но забежали так относительно небыстро, я имею в виду. Поэтому здесь страха, страх, он излишне избыточный. И вот важно человеку, чтобы, вообще, запомните, при работе со страхом, самое важное правило, не бежать от страха, не бежать от тревоги и от панической атаки, а идти в нее, соприкасаться с этим страхом. Есть даже такая техника фантазия страха, да, когда человек прям представляет, что действительно произойдет, если я с этим столкнусь, если я с этим соприкоснусь. Потому что замечали, что мы тревожимся, чаще всего мы какую-то первичную картинку видим и думаем, ой, не дай бог, не дай бог, только нет, я даже думать об этом не буду, а тревога все равно возникает. А на самом-то деле полезно об этом было подумать и сказать себе, ну, хорошо, давай-ка я во всех красках представлю, что если вот прямо это случится, даже если это что-то ужасное. Да, наверное, это будет очень-очень неприятно, мягко говоря. Хорошо, что будет со мной, что я буду делать в этот момент, после этого, как буду я себя чувствовать, какую поддержку и ресурс я могу попросить в этот момент. И человек, вот когда окунает себя в этот страх, он, страх начинает растворяться. Несколько раз проделывая такую практику, человек начинает не бежать от страха, а идти навстречу к нему, и страх отпускает, страх уходит. В этом основной парадокс. Но чем больше человек использует так называемое хранительное поведение, избегающее поведение, да, не ходя в те места, где я испытываю тревогу, не делая то, что мне страшно, используя разное хранительное поведение, начиная от феназепама, заканчивая каким-нибудь брелком, который мне дает счастье и амулет, да, это все считается хранительное поведение. Мы тем самым показываем в своей тревоге, ты сильна, и я тебя боюсь. И я даже не хочу соприкасаться с тобой. Хотя если соприкоснуться с ней, человек увидит в моменте, что в ней нет ничего страшного и чего-то ужасного. Да, неприятно, то есть я не говорю, что это приятная эмоция, но вот через это соприкосновение происходит десенсибилизация, да, то есть нечувствительность, и со временем те стимулы, которые раньше человека пугали, перестают его пугать. Так, еще один вопрос. Постоянная тревога после эмиграции. Придираюсь к мужу, злюсь, как себе помочь? Вот здесь тоже очень похоже, что, во-первых, тревога – это нормально в эмиграции. Это часто история вообще вот тех людей, которые меняют место жительства, потому что наш мозг веками, даже тысячелетиями тренировался к стабильности. То есть для него стабильность – признак того, что выживать будет легче. А мозг очень не любит неопределенность. А эмиграция – это постоянная неопределенность. Чем выше уровень неопределенности, тем выше уровень стресса. Но это можно тренировать, это можно практиковать. То есть делать себя более адаптивным к неопределенности. И это нормально, что есть тревога, но, скорее всего, она выходит как раз-то через злость и через агрессию. Но я бы здесь еще посмотрел туда, какая базовая ваша потребность не удовлетворяется. Потому что гнев, агрессия и тревога тоже, кстати, нередко – это следствие того, что какая-то наша потребность не удовлетворена. – потребность близости, потребность безопасности, потребность любви, в перспективах, в самореализации. Какая ваша потребность не реализуется, и это вызывает у вас раздражение, гнев или тревогу. И дальше просто смотрите, думайте, как я могу эту потребность реализовать. Если не могу, как я могу принять себя даже пока на время, например, даже не реализовав эту потребность. Так, хорошо. Друзья, ну, поставьте, пожалуйста, ваши реакции, как вам сегодняшний эфир. Да, можете поделиться, насколько полезно то, что я вам даю, то, что рассказываю. И давайте я еще минут 10 поотвечаю на ваши вопросы. Какие книги от неврозов посоветуете? Ну, смотрите, не готовился, но взял. Ну, от неврозов есть книга «Неврозы» Михаила Литвака. Она немножко сложновата, на мой взгляд, написана, но я бы рекомендовал ее. Книга «Михаил Литвак. Неврозы». Мне очень нравится, как книга про тревогу Лихи, «Свобода от тревоги» Роберт Лихи. В КПТ-подходе он практикует. И мне очень нравится, вот, с авторствой Павла Федоренко и Илья Качай «Жизнь без комплексов страхов и тревожностей». Да, хорошая такая литература по поводу того, чтобы увидеть, как я сам себя накручиваю так, что у меня возникают такие эмоции. Так. Так. Да, можете задавать вопросы. Давайте сейчас немножко по вопросам пройдемся. Спасибо за обратную связь. Те вопросы, которые вы писали выше, можете тоже задать. Вот. Если вы хотите принять участие в двухнедельном курсе по тревоге и неврозам, я хочу сказать, почему я делаю на этом акцент. Потому что я этот курс точно ближайший год, до следующего июня, повторять не буду. По тревоге курса больше не будет. Скорее всего, он будет доступен в записи, но это не то. Потому что вот именно в самом курсе, и те, кто у меня бывали на других курсах и марафонах, знают, я максимально включен в поддержку. То есть с утра до вечера, в перерывы между консультациями, я отвечаю на каждый вопрос, под каждым уроком, голосом. В основном голосом, если там не очень короткий ответ. И я прям терапевтирую две недели вас. То есть этот курс, это не просто вот вам видео уроки и отвалите. Извините. Нет. Это урок. Вы его просматриваете. У вас появляются вопросы. Я даже радуюсь, когда есть вопросы. По вашей ситуации я конкретно вникаю. Я уже к концу двух недель обычных курсов знаю уже каждого, кто с чем пришел, с какой историей, с какой проблемой. И отвечаю вам, помогаю вот эти две недели прожить действительно и избавиться от этой тревоги и неврозов. Более того, у нас за время этих двух недель, с 5 июня по 19 июня, будет два прямых эфира, закрытых именно для участников курса, где я буду только отвечать на ваши вопросы. А точнее, я бы даже сказал, разбирать, препарировать вашу ситуацию, делать такую небольшую терапию, микротерапию с каждым, кто заранее задаст свои вопросы, опишет свою ситуацию, скажет, Константин, чего делать-то? Вот посмотрел я ваши 5 или 7 уроков за неделю, но вот не могу пока с этим столкнуться. Я беру эту ситуацию и подробно ее на прямом эфире разбираю. Запись эфира, конечно же, будет. И вот эти две недели, то есть два таких будет прямых эфира и завершающий как раз ближе к 19 июня. И потом у вас два месяца доступ к этому курсу со всеми моими ответами. Участники даже говорят, что мне полезно слушать ваши ответы другим участникам, то есть тем, кому вы еще отвечаете. Я себя узнаю и тоже прорабатываю. То есть такая, знаете, групповая будет работа. Это все в закрытом телеграм-канале проходит, очень удобно. Не нужно какое-то специальное приложение, не нужно ничего скачивать. Вы просто заходите, каждое утро в 10.00 появляется видеоурок, вы его смотрите. Что осталось непонятным, там, выполняйте практику, задание. Курс очень практичный, то есть там минимум теории. Теория про сути я сейчас вам рассказал. А там будет именно практика ежедневная с моей поддержкой, да, с персональной поддержкой, чтобы вы могли эти знания адаптировать. Потому что знания-то все, они не очень сложные и их можно найти бесплатно. Но, во-первых, я в этом курсе свой уже почти 15-летний опыт объединил по работе с тревогой. Я сам был очень тревожным человеком, у меня родители очень тревожные были, да. То есть я эту тему знаю просто с детства. И вот я по крупицам отбирал все то, что действительно работает, а вот эту воду и какую-то технику очень сложную или нерабочую я их не брал. И вот скомпоновал в такой вот свежевыжатый сок получился. Поэтому те из вас, кто страдает этой проблемой, да, и хочет проработать, милости, прошу добро пожаловать. Пишите в директ слово тревога или под этим видео в записи будет ссылка на курс. Так, ну давайте я пока про детей. Ну вот может быть кризис 7 лет у ребенка. Может быть у вас чуть выше был вопрос, Оксана, да. Ну кризис 7 лет, да, у ребенка, это один из таких нормативных кризисов. Невроз полностью обратим или нет? Здесь мы больше будем все-таки говорить о степени. Поймите, свою личность перетрансформировать полностью вы не сможете. Вы не сможете стать хладнокровным человеком, который, например, из холерика, да, сделаться флегматиком, который ультраспокойный, который, поднимите мне веки, темперамент дается нам с рождения и не меняется в течение всей жизни. Сейчас, правда, есть последние исследования, которые говорят, что вроде бы меняется, но я вижу, что нет. Что темперамент это очень статичная вещь и уже с рождения, да, что там уже с того, как ребенок в утробе мамы пребывает, уже можно понять, какой будет примерно темперамент у ребенка. Да, он немножко корректируется в первые годы, но дальше он остается. Чувствительность к гормонам, она тоже задана генетически. То есть у кого-то сильная чувствительность к кортизолу или к дофамину. Это будет одна реакция. Лоббильность и гибкость нервной системы тоже дается нам генетически, понимаете? То есть мы во многом уже предопределенно рождаемся. И когда один человек говорит, да что ты переживаешься, что ты паришься, да, какая проблема? Так ему, может быть, нас не понять. Вот нас, нас невротиков, нас тех, кто переживает и тех, кто тревожит. Но у нас же есть голова, она нам для чего дана? Чтоб шапку носить? Нет, она нам дана для, как говорят когнитивно-поведенческие терапевты, она нам дана для такой трансформации, да, для трансформации стиля нашего мышления. И почему вот я две недели, да, работаю на курсе, плюс два месяца будет доступ? Потому что вот эта трансформация, это длительный процесс, но он возможен. То есть это то, когда ты критически начинаешь мыслить к тем идеям, которые раньше от мозга ты воспринимал как истину. Что это будет ужасно, что только не это, что ты этого не переживешь. Оказывается, не так уж ужасно. Оказывается, я могу пережить. Да, мы очень часто, тревожные люди, невротики, мы очень часто переоцениваем риск какой-то проблемы. Недооцениваем свои ресурсы, недооцениваем ту помощь, которую мы можем получить. И переоцениваем те, как бы, проблемы, те последствия, которые могут случиться. И это же делает наша голова, только она делает это на автомате. А задача психотерапевта, психолога, в том числе на курсе, это помочь человеку критически мыслить, да, проработать часть своих детских травм, для того, чтобы в той же ситуации уже реагировать намного более адаптивно, да, и поменяться полностью невозможно. Но вылечить невроз и в схожих ситуациях уже не впадать в неврот... в такую неврастемию, да, это абсолютно реально, да, это можно. Как перестать бояться начать жить по-другому? Мария, я бы начал спрашивать, что в этом для вас самого страшного? То есть наверняка это касается какой-то конкретной ситуации, ну, не знаю, уйти с работы, поменять работу, поменять мужа, жену, что угодно. И здесь наверняка какой-то барьер внутренняя какая-то идея, что так нельзя, что это стыдно, что это плохо, что а вдруг будут какие-то последствия. И есть такая техника декатастрофизации, мы тоже её на курсе будем подробно разбирать, это то, когда человек очень осознанно относится к тому, что он просматривает те варианты того, как может дальше сложиться его жизнь в негативном, катастрофичном сценарии, в самом позитивном и в реалистичном. И сам факт того, что человек это продумывает, очень хорошо помогает снизить уровень тревоги. Но там есть прям нюансы, очень важно её делать по шагу. Я постоянно контролирую своих детей, когда выходим на улицу, могу спокойно сидеть. Да, здесь часто бывает идея, ну я, конечно, сейчас так пальцем в небо, но часто бывает идея с тем, что если, ну я бы спросил, да, что самого страшного, если с ребёнком что-то случится, что для вас это значит. И здесь может быть, что либо я буду плохой мамой, и идея о том, что я должна быть хорошей мамой, то есть нужно работать с этим, либо ребёнок для меня, это продолжение меня, это вообще смысл моей жизни. И тогда здесь проблема в том, что если с ним что-то случится, то я теряю смысл жизни. И здесь нужно работать с тем, чтобы ребёнок не был смыслом жизни. Ребёнок не должен являться смыслом жизни. Это, ну, как бы, патология, если для нас другой человек, не только ребёнок, муж или жена, являются смыслом жизни. Это нездоровая история. Смысл жизни, он где-то внутри вас, не вовне. И тогда вы проще относитесь, вы, конечно же, тоже переживаете, как нормальный родитель, да, но нет вот этого сковывающего уже патологического страха. Так, панатака, когда дочь не понимает математику, хотя вчера понимал. Спасибо. У меня тревога, если я дома каждый день и сделаю уборку, может быть, это у Кэра очень похоже. Это очень частая история, и причём вот у таких, ну, я по-хорошему скажу, частюль, которые часто делают уборку, на самом деле, через вот это драйвение у них прям происходит сублимация агрессии. То есть я к агрессии отношусь очень хорошо. Просто в нашем социуме она почему-то очень затабуирована. Не злись на мать, не злись на отца, ты что себе позволяешь, ты как разговариваешь, ну-ка заткнись, ну и так далее. Это то, что большинство из нас с вами слышали с детства. Потому что как будто бы злость это фу-фу-фу плохо. А вот быть хорошей, любить и радоваться это хорошие эмоции. Да что это? Злость, это нормальная, данная нам от природы эмоция. Но очень часто, когда мы её подавляем в себе, она накапливается, и она рвётся наружу через раздражение и просто проецируется, например, на грязные полы, да, хотя какие они могут быть грязными за один день. И в этот момент, когда я их драю, когда я убираю, я просто сублимирую, просто выпускаю этот накопившийся пар. Очень часто история. Хотя, ну, я не утверждаю, что именно в вашем случае так. Но это частая история. Так, ну хорошо, давайте я буду заканчивать. Лично для меня время пролетело очень-очень быстро. и я говорю вам спасибо за участие, за вашу активность, за участие в этом курсе. Да, здесь был вопрос, почему нельзя отдать доступ навсегда, да, потому что то, что даётся навсегда, не ценится и не проходится по моему собственному опыту. Поэтому два месяца заставляю человека даже конспектировать. И это намного лучше качества. Понимаете, мне очень важно, чтобы вы не просто, да, я был на курсе Никулина, ну, что-то там, да, интересное вроде бы, но у меня ничего не поменялось. Не, мне такая, такая, такой шлейф отзывов не нужен. Я за результат. И мне очень нравится, когда за две недели или там спустя ещё время люди прям делятся конкретными результатами, что у них поменялось. А поменяется у них только тогда, когда есть, ну, человек так устроен, когда у него есть ощущение потери, нужно успевать, нужно впитывать каждое слово. Вот тогда происходит результат. Тут чисто вот этот момент. Мне как бы абсолютно не жалко давать и на всю жизнь человеку. Но я понимаю, что это может не дать того результата. Вот, поэтому приходите, пожалуйста, на курс, да, если вы чувствуете важность разобраться с этой проблемой, с тревогой, неврозами, да, поработаем достаточно плотно. На каждый абсолютно ваш вопрос я там отвечу. И вы именно, вот варясь в этом таком, знаете, бульоне, среди других людей увидите, кто чем страдает. То есть у нас уже участники, которые присоединились к марафону, уже стартовал, да, на набор, на курс, уже делятся там первые сообщения, каждый делится, откуда он, да, и с каким запросом, с какой проблемой он пришёл. И уже это нормализует, уже это терапевтично. То есть человек видит, что, ага, я такой не один, тоже у других людей есть такие проблемы, значит, это не ужасно, и уровень паники уменьшается, тревоги, и уже это терапевтично. Вот почему именно такие вот собранные вместе курсы дают лучший результат, чем если ты просто смотришь запись, что-то параллельно делаешь, на второй скорости ещё, ну да, прикольной техники, ну всё, дальше пошла жить или пошёл жить свою невротическую жизнь. Нет, так не работает. Я за качество, я за трансформацию. Поэтому пишите слово тревога мне в личку, либо по ссылке под этим видео. Буду рад с вами встретиться. 5 июня стартуем, и будет очень плотные две недели для того, чтобы избавиться от тревоги и неврозов. Ещё раз благодарю вас за участие. Всем большое спасибо, хороших выходных, и до встречи. Всем пока-пока.